Приветствую вас! Давайте по порядку с вами пройдёмся по тому, что вы написали. Вот прям по порядку. Вы пишите, я знаю, моя ситуация существует у миллионов семей. Казалось бы, мелочь, что-то вы написали, да? Ну, просто потому, что ведь действительно так ведь, правильно? Ну, ведь и правда ведь, у миллионов семей существует такая ситуация, как у вас. Да, так и есть. Но, вы начинаете свой вопрос именно с этого. С того, что ситуация существует у миллионов семей. То есть, что это значит? А значит, это, по сути дела, принижение себя. То есть, вы принижаете собственную значимость проблемы. Вы принижаете себя. Может быть, стремитесь к обесцениванию себя. Стремитесь к тому, чтобы меньше позволять себе чувствовать. Потому что, если вы признаете, что ваша проблема не такая, как у миллионов семей. А она не такая, можете мне поверить. То есть, что в таком случае придется по-другому смотреть на ситуацию. В таком случае вам придется уже признать, что ваша проблема, ваша история, да? Она уникальна. И она действительно уникальна. Ваша история действительно уникальна. Поэтому первое, что я вижу, это то, что вы принижаете себя. Вы именно обесцениваете то, что для вас совершенно очевидно важно. И важно очень, судя по тому, что вы пишете, здесь набрачивается момент. Вопрос. Если вы склонны немножечко принижать себя, а может быть и множечко, я не знаю. Если вы склонны принижать себя, то может быть именно поэтому вам и изменил ваш муж. Что вы принижаете себя, он не чувствовал, что живет с женщиной, которая заботится о себе. Вот и для сына вы сделали все возможное и невозможное. То есть по сути дела стали в такой своего рода жертвенной позиции. А зачем? Вы можете сказать, ну он просил. Сын, я имею ввиду, просил. Хорошо, если так. Но даже если ваш сын просил становиться жертвой ради него, то вы имели полное право этого не делать. Понимаете? Потому что, принося в жертву себя и жертвуя собой ради сына, ради кого-то, вы не только в сыне, возможно, культивируете чувство вины, но вы и его самого, вполне возможно, приучаете к тому, чтобы он также был жертвой. Так вот, не потому ли вам муж изменил, что вы так вот принижаете себя и склонны к тому, чтобы приносить в жертву свои интересы ради интересов других людей. Может быть именно поэтому мужчина и выбрал другую женщину. Ту, которая более ценностно к себе относилась. Оно. Постарайтесь об этом подумать. Понимаете? Измена. Измена. Это, безусловно, очень серьезно. Это серьезная психотравма для вас. И, судя по тому, что вы не можете смотреть на других мужчин, себя морально терзаете. Кстати, как именно? Вы до сих пор не увидели настоящих причин, настоящих корней измены. Понимаете? Судя по тому, что вы до сих пор себя терзаете. Вот. Ну хорошо. Значит, этот момент, я надеюсь, вы поняли. Насчет того, что ситуация существует у миллионов семей. А я бы хотел, чтобы вы, ну скажем так, постарались понять для себя, откуда у вас эта позиция? Позиция, что такая ситуация есть у миллионов семей. Откуда эта позиция, что я такая, как все? Вы, конечно, такая, как все. Вы человек, вы женщина. Но у вас есть и индивидуальные особенности. Понимаете? Поэтому я не случайно уделяю так много внимания вашей самой первой фразе. Потому что у вас проблема. Вы не можете своего мужчину опустить, да? Проблема, в общем, серьезная. Там, сын, наверное, чувствует, что вы как-то, ну, страдаете, да? Вот. И вы начинаете с того, что говорите, что такая проблема существует у миллионов людей. Значит, именно это вас волнует в самом начале. Дальше. А вы говорите, значит, ну, вот вы пишите, я знаю, моя ситуация существует у миллионов семей. Далее через запятую. Прожили 15 лет, потом измена, развод. Значит, измена. Измена нужно разбираться. Из-за чего была измена? Какие были проблемы? Что было? Как было? И так далее. Разговаривали ли вы с мужем о том, почему он изменил вам или нет? Есть ли у вас вот это понимание, полная завершенность в восприятии этой ситуации или нет? Понимаете? То есть, вот, измена это всегда серьезно. Измена это всегда страшно. Измена это всегда больно. И, понимаете, если у вас нет полного понимания того, почему это произошло, вы думаете, например, что это произошло из-за вас. Ну, то есть, вы сделали что-то не так. Или у вас, например, обиды на мужа, мол, он предатель, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это крайности. Крайности. Это противоположности, по сути дела. Одной ситуации, на самом деле, это именно противоположности. Потому что не из-за вас и не из-за мужа произошла измена, а из-за вас обоих. Каждый внес свою часть, свой вклад в то, что случилось. Вам нужно понять, какой вклад внесли вы в то, что произошло, и какой вклад внес мужчина. То есть, не брать на себя полностью ответственность за то, что случилось, это несправедливо. Но и полностью снимать в себя ответственность тоже не стоит. Вы же не написали, да? Из-за чего вы терзаете, и так далее. То есть, к измене нужно относиться иначе. Нужно видеть причины измен. Нужно видеть, что именно в вашем поведении привело к тому, что случилось. Я полагаю, что причина вот в этом. Я полагаю, что причина именно в том, что вы склонны себя принижать. Ну вот, как это мне, по крайней мере, видится, да? Хоть я и в этом не уверен. Потому что, ну, надо с вами работать. Это понятно для того, чтобы понять, насколько верна моя гипотеза. Развод. Развод тоже весьма серьезная травма для любого человека. Анна. И для вас развод, безусловно, стал травмой, которую также нужно пережить. Может быть, из-за того, что у вас есть сын. Из-за того, что у вас есть много работы. Вот. Вы до конца не выразили свои чувства по поводу этой ситуации всей в целом. Ну, вы не смогли этого сделать, не смогли выразить. И именно поэтому, именно по данной причине, вы как раз таки и переживаете до сих пор. То есть, вам нужно выплакаться. Вам нужно как следует отстрадать. Возможно, с психологом это сделать. Возможно, одной. То есть, тут уже многое зависит от вас, на самом деле. Но, тем не менее. Что для вас значит развод? Как вы его восприняли? И так далее. Далее. Бывший муж ушел к своей любовнице. По сути, то же самое. То есть, нужно то же самое, чтобы вы выработали к этому отношение. Как вы воспринимаете? В каком контексте вы это воспринимаете? Почему вы воспринимаете это именно так? Насколько справедливо то, что вы воспринимаете? Да? Давайте предположим пока. Пока предположим, ну скажем, два полюса. Первый полюс. Вам изменил мужчина, потому что был с вами несчастлив. И измена помогла ему стать счастливее. Ну, пусть это будет в моей фантазии так. Измена помогла ему стать немного счастливее. И человек, обретя счастье, наконец, да, или став более счастливым, смог жить так, как ему хочется. Предположим, что вы любите его, любите искренне и любите чистой любовью. Ну, предположим. Если вы его любите, то для вас поведение такого человека, такое поведение означает, что он стал счастливее. Если он стал счастливее, значит, вы, как любящий человек, счастливы. И вы идете дальше. Но вы не можете идти дальше. Потому что... И вот тут очень интересный момент. Потому что вам что-то нужно. Потому что вы чего-то хотите. Вопрос в том, чего вы хотите. Вопрос в том, что вам нужно. И вот это и является ключевым аспектом. Какие желания вы перестали реализовывать, потеряв своего мужа? Какие изменения в восприятии себя и своей реальности вокруг вас произошли в результате измены и развода? О чем вы стали думать по-другому? Вот на самом деле эти важные моменты и нужно вам разобрать с собой. Хотя бы. Чтобы просто распутать тот клубок эмоций, клубок чувств, клубок желаний. Чтобы вы одно не путали с другим. Чтобы вы отграничили себя и свои желания от мужа и его желаний. Это, ага, пожалуй, является тем, что реально нужно вам сделать. Дальше. Так. Да. И по поводу того, что бывший муж ушел к любовнице то же самое. Что это для вас значит? Как изменилось ваше представление о себе и о реальности и так далее? Далее. Значит, ну понятно, тут вы говорите, что год в разводе, два года как это произошло. Я ради сына сделал все возможное и невозможное, чтобы сохранить нормальные отношения с бывшими и они нормальные. Понимаете, в чем дело? Это еще один очень важный момент. Который вам может быть, покажется, ну, не очень, скажем так, ну, не знаю, может быть приятным, может быть не очень красивым. Вот. Смотрите. Вы пишите. Я сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить с бывшим мужем нормальные отношения. Во-первых, что есть нормальные отношения. Это, во-первых, довольно-таки такое оценочное осуждение, что есть нормальные. Вот. Во-вторых, что важно. Во-вторых, что важно. Какое отношение имеет сын к вам? Какое отношение имеет сын к вашим отношениям с мужем? Его отношения с отцом – это одно. Ваши отношения с мужем – это другое. Ваши отношения с мужем в норме, да, при здоровых, при здоровой позиции, ровно такие, чтобы сын мог взаимодействовать с папой. Просто взаимодействовать с папой. Чтобы не было препятствий, чтобы не было конфликтов по этому поводу. И всё. Больше, больше вы ничего не должны. Больше вы не должны ни, эээ, ничего, ни сыну, ни мужу. Ничего. Возникает вопрос. Так, а зачем же тогда вы сделали всё возможное и невозможное, чтобы наладить нормальные отношения с бывшим мужем? Вам его забывать нужно, а вы не можете. И вы знаете, я вам ещё больше скажу. Было бы странно, если бы вы его забыли, потому что вы должны были налаживать с ним нормальные отношения, чтобы было вам тяжело явно. Вот и возникает вопрос. Так зачем вы это делали? Ради сына? Эээ, он просил? Возможно. Но тогда, если он просил, нужно уметь сказать «нет» человеку. Потому что в данном случае, ну, скажем так, то, что касается вас, идёт вразрез с тем, что хочет сын. То есть для сына не нужна жертва. Может быть, сын и хочет, чтобы у вас были нормальные отношения, я верю. Но чего сын точно не хочет? Так это того, чтобы у него была несчастная мама. Потому что это несчастье передаётся ему. Если сын не просил вас нормальные отношения с отцом устанавливать, возникает другой вопрос. Зачем тогда? Для сына ли вы это делали или для себя, а сыном просто прикрывались? Это тоже важный момент. То есть есть поступки, да, поступки, которые вы совершенно не объясняете. Дальше. Мы общаемся спокойно, он нам помогает. Ну, опять же, я не совсем здесь понимаю. Что значит «общаемся спокойно, он нам помогает». Что значит «он нам помогает»? Что это значит «на». Он сыну помогает, может помогать сыну, но не вам. Вам его помощь не нужна. Не потому-то вы на него обижаетесь, а потому-то он чужой человек теперь. После того, как он перестал быть вашим мужем, он чужой человек. Понимаете? Он, помогая вам, мешает вам же строить свою жизнь личную. Может быть, для сына это и хорошо, но вам от этого плохо. И здесь мы имеем явно проблемы с личными границами. Ну, как это видится мне, по крайней мере. То есть, что это значит? Это значит, что нет разделения, где я, где ты, где то, чего хочу я, где то, чего хочешь ты. Этого как будто бы у вас нет. А ведь это необходимо. Необходимо для того, чтобы вы могли адекватно выстраивать отношения с другими людьми. В том числе и... Эээ... Ну, в том числе... В том числе... В том числе... И... С... Мужчинами. Поэтому, обратитесь, что это значит? Эээ... Он вам помогает. Не надо, чтобы он вам помогал. Пусть для сына делает то, что хочет, да. Но вам от него ничего не надо. Далее. Эээ... Общаемся спокойно. Тоже, эээ... Весьма интересный, на мой взгляд, момент. То есть, что значит? Общаемся спокойно. Вам общаться с... ээээ... Эээ... С ним... Эээ... Нужно. Только, исключительно, по... эээ... Поводу, вот, как бы, ребёнка. И всё. Ну да. Посидеть... ээээ... Эээ... С ребёнком, да. А там... Что-то ещё сделать. Только так. Если вы общаетесь по-другому, то... Это... Деструктивный путь. Я вам сразу говорю. Поэтому... Поэтому... Эээ... Учитесь выстраивать личные границы. Не мудрено, что... Эээ... Вот при... Той ситуации, которую вы описали. Эээ... Вы до сих пор не можете забыть... Своего мужа. Бывшего. Да он всё время с вами. Как его... Как... Как вы его можете забыть? Эээ... И, по идее, нужно оставить всё в прошлом. Что именно? Оставить всё в прошлом. Что именно? Что именно? Всё. Это что? Конкретно? Любовь... Вашу... К нему. Ваши чувства к нему? Ваши чувства к нему? Возможно. А какого рода эти чувства? Что они из себя представляют? Эти чувства? Понимаете? Какой... Эээ... Момент... Важный. Что за чувства... У вас? Это любовь. То мужчины счастлив продолжаются жить дальше. Если потребности свои... Отграничьте свои потребности от другого человека. Разделите ответственность. И... Сами... Делайте шаг... К тому... Чтобы... Эээ... Реализовывать свои желания. Что в прошлом оставить? Эээ... Анна. Что вы хотите оставить в прошлом? Что вы не можете оставить в прошлом? Я пока... Не очень... Вот... Это... Эээ... Понимаю. На самом деле. Потому что... Эээ... Ну вот... То, что вы... Пишете, да? То, что вы описываете... Эээ... Очень неопределенно случится. Я не знаю... Эээ... Что у вас... За... Отношение к мужу. Ну, помимо того, что она спокойная. Да? Да? Я не знаю... Обида ли у вас... Или любовь к нему... К нему... Чувство ли у вас к нему... Или... Негативные ощущения. Страдаете ли вы... От того, что он... Ну, вынужден с ним общаться... Или наоборот... Изнываете от желания общаться более... Эээ... Ну... Более близко. Вот. Понимаете? То есть, да... Вы, конечно, говорите, что я не могу смотреть на других мужчин. Но... Это ведь... Эээ... Довольно... Эээ... Ну, все равно довольно неопределенно на самом деле звучит. Понимаете? Вот. Вот. И... Значит, может, в принципе, все, что угодно. Обначать. Вот. Тем не менее. Тем не менее. Мужчина явно от своей любовницы уходить не собирается. Да? Ну, вот. На данный момент, по крайней мере. Это значит, что... Эээ... 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 Какими бы не были ваши... Эээ... Эээ... Чувства... К... К нему. Вот. Какими бы они не были, что бы они... Ээээ... Эээ... 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 Это значит, что они вас только удержали. Эээ... 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 На одном месте. И вот тонкость вся в том, чтобы вы увидели, что именно удерживает вас на месте. Ваши желания, ваши убеждения. Эээ... Запреты. Какие-то. Из детства идущие, еще родительские. Например, что... Женщина должна там... Один раз... Эээ... Выйти замуж только. Или что-то еще такое. Бог такое. Или что отец это святой. Ну и... Вот что-то... Что такое, да? И так далее. Что именно удерживает вас? Что конкретно? Вы же об этом вот тоже, эээ... Ничего не говорите. Вы об этом тоже ничего не... Эээ... Пишите. Эээ... Эээ... Значит, ну не могу. Не получается. Эээ... Не могу смотреть на других мужчин. Эээ... Ну понимаете как? Эээ... Эээ... Не могу. Что значит не могу? Что значит не могу? Не хотите? Можете? Вас же никто не... Вам никто не запрещает смотреть на других мужчин? Что значит не получается? А вы делали что-то для того, чтобы получ... Получалось? Вот по факту конкретно вы что-то делали, чтобы получалось-то двигаться вперёд дальше? Мне почему-то эээ... Кажется, что нет, не делали вы ничего. Ну по крайней мере, знаете, эээ... Спокойное общение с эээ... Отцом и эээ... Принятие помощи вам, обоим, эээ... Ээээ... Это как-то, знаете, не то, что эээ... Ожидаешь увидеть от человека, который эээ... Хочет оставить всё в прошлом. Потому что он не в прошлом. Поэтому то, что вы говорите, что у вас не получается, это эээ... Вот тоже такое, может быть, лукавство. Я не говорю, что вы эээ... Специально лукаюте. Не говорю, что вы обманываете. Я говорю только лишь то, что вы используете очень общие слова. Эээ... Вот что я хочу сказать. Общие слова. Эээ... Что я не могу, не получаю, не могу смотреть на других мужчин и так далее. Но, а... Вы не можете. Понятно. А делали то что? Конкретные действия, то какие предпринимали? Да, ведь... Эээ... У вас нет действий. Нет, нет действий. Которые бы указывали, что вы готовы... Эээ... Что вы... Действительно хотите оставить что-то в прошлом. Вот действий нет. Никаких. Так... Эээ... Все понимаю. Что именно вы все понимаете? Сын и все такое. Эээ... Что сын? Анна. Вы говорите, эээ... Сама себя морально терзаю. Как? Что значит вы себя морально терзаете? Что значит вы себя морально терзаете? Понимаете? Эээ... В какую сторону, грубо говоря, вы морально себя терзаете? То есть, эээ... Вот... Я хочу сказать, что... Ну... Эээ... Понимаете? Вот... Вы описываете явления, но абсолютно не раскрываете их. Я себя морально терзаю. Как? Чем? Что конкретно вас терзают? Вы можете сказать, ну... Эээ... Вы же психолог. Вы... Эээ... Должны знать. Вы должны понимать. Нет. Анна. Я не... Я не должен... Знаете? Вот вы... Эээ... Жертвуете собой. Не знаю. Решаете за сына... Эээ... Эээ... Абсолютно... Эээ... Эээ... Как бы... Ну... Непригодную для анализа. То есть... Вот я себя морально терзаю. Эээ... Как? Чем? По поводу чего? Эээ... Я морально себя... эээ... 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 Не ясно, Что за конфликт скрывается в вас? Понимаете? Дальше. Значит, всё понимаю, что именно. Что именно, понимаете? Сын, сын и всё такое. Что именно сын? Что сын? Ну вот я, например, Анна, понимаю так, что из-за сына вы мучаетесь тем, что приходится общаться с мужем. Ну не нужно этого делать ради сына. Это жертва. Жертвенец никогда ничего хорошего не принесёт. Или вы хотите, чтобы ваш сын потом, значит, оказался под воздействием того, что вы от него ожидаете? Ну то есть, грубо говоря, вы будете ждать от него, не знаю, какой-то обратной связи, что он оценит то, что вы для него сделали и так далее. А если не оценит? Тогда как будет? Ну если вдруг, не оценит. Вот, что тогда? Вы, конечно, может быть используете здесь, значит, ну говорите вот это, что сын и всё такое, немного в другом ключе. Может быть. Ну тогда в каком? При чём здесь сын? К тому, что вы себя морально держаете. При чём здесь сын? Понимаете? Сын никакого отношения к этому не имеет. Это ваша жизнь. Это ваша история, ваш выбор. Если вы не отграничиваете себя от своего ребёнка, ну это уже куда более серьёзная проблема, которую нужно решать вам. Да? Это проблема ответственности. Как бы. Но это совсем не то же самое. Дальше. Благо работа, много работы спасают. Говорят, время лечит, но всё равно очень плохо. Что порой... Так. Работа. Значит, в работу вы уходите, спасаясь от проблемы. Не лечит время, если ничего не делать с проблемой. Понимаете? Не лечит время. Это опять же укладывается в общую картину. Я принижаю себя, я жертвую для других, я не несу ответственности за себя. Поэтому сваливаю всё на время. Ну, грубо. Главное. Эм, так, значит... Всё равно очень плохо, порой не хочется жить. Эээ... Хочется уснуть. Или просто всё забыть. Как это сделать? Как? Забыть невозможно. Эээ... Даже если вы забудете через... Гипноз. Эриксеновский гипноз. Эээ... НЛП. Вот. Даже если вы забудете... Эээ... Эээ... Всё равно чувства останутся. Эээ... Поэтому работать над собой. Работать над своим сценарием. Работать над... Над отношением к себе. Над отношением к другим. Над отношением к ребёнку. Вот. И... Эээ... Учиться любить себя. Ценить себя. Уважать себя. Отделять себя от других людей. И вот тогда всё у вас будет нормально. Это то, что я могу вам... Эээ... Сказать. На основании того, что вы написали. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он... Помог... Вам. Эээ... Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.